С ним дрались из велосипеда. А так он вообще добрый, добрый очень был, хороший. А в детстве дрались, конечно. Во дворе по улице Степана Кувыкина открыли памятник погибшим в локальных конфликтах. Всего только в Афганистане и Чечне осталось более ста наших ребят. Сегодня мы еще и еще раз говорим о том, что историю переписать невозможно. Наши воины принимали участие в боевых действиях на территории более 35 государств мира. Мы вновь отдаем дань памяти тем людям, кто выполнил воинский и служебный долг перед Родиной. Светлая память погибшей, низкий поклон их семьям, а также тем, кто сейчас живет рядом с нами, являясь свидетелями различных войн и вооруженных конфликтов. Место для памятника героям выбрано не случайно. В ближайших четырех домах жили воины, служившие в рядах советской и российской армии и погибшие в боевых действиях в Афганистане и на Северном Кавказе. Сергей Кузьмин, Андрей Андреев, Андрей Пескунов, Александр Беспалов пали смертью храбрых, исполняя свой боевой долг. В возведении памятника помогали и сами воины-интернационалисты и местные жители. Идея была боевого братства. После рождения этой идеи на этой территории был заложен камень. И вот два с половиной года ребята-студенты с нефтяного института разрабатывали проект вот этой аллеи и памятника. В Афганистане погиб, да. Войска были саперные, он сапером был, на мини подзорвался. В 81-м прошло, в 81-м погиб. Для матерей это очень важно, потому что память, память сыновей жива среди ветеранов, жива среди подрастающего поколения. И как раз подтверждение тому, да, этот памятник. Сын служил сперва в Сочи, и потом его перевели в Тотск, в город Тотск, есть там воинская часть. Оттуда он оказался в Северном Кавказе. В Юлию попал, и в августе, 15 августа, пришла покоронка. Вся рота погибла в Чечне под Грозным. Наши мамочки погибших, защитников Отечества, есть куда подойти, есть куда отдать дань, возложить цветочки, тем самым помянуть всех тех, кто не дожил до этих светлых времен.